Всем здоров, ребят! С вами, как всегда, Дредд. И сегодня у нас вот такая красота. Это пиломеч из Destiny 2. Я, когда его увидел, я просто влюбился в него. Он просто обалденный. Он мне очень сильно нравится. Мне вообще нравится вот такой вот стиль всяких мечей, пушек и так далее. Эти трубочки, эти зубчики. Короче, блин, красота. Я прям загорелся его сделать и будем сегодня его крафтить. Я, конечно, нашел на свою голову кучу всяких проблем и решил в этот раз замоделить 3D-модель не во Fusion 360, как я делал всегда, а в 3D Max. И, поверьте, это был просто жесточайший опыт. Но я победил его, но это заняло очень много-много-много времени. И выглядит сейчас этот меч стал вот так вот. Да, в 3D Max есть куча фишек, которых нет во Fusion, но все-таки она не такая понятливая, как Fusion 360. Кстати, у меня хорошая новость. Так как Новый год скоро, я решил в этом видосе разыграть среди вас 3D-принтер. Это мой 3D-принтер, с которого я начинал. Это самый первый мой 3D-принтер. Называется он Телла Тарантула. С него началась вообще история канала. Я начал печатать какие-то там деталюшки и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас он максимально модернизирован. Он в офигенном состоянии. Я все там поменял, поставил самое все топовое. Ну, на тот момент, когда он у меня был. И оставить только вставить флешечку и начать реализовывать свои проекты. Но также будет еще одна плюшечка, о которой я расскажу чуть попозже. Вам она тоже понравится. Так что смотрим видос, не мотаем, и сейчас все расскажу. А начнем мы, конечно, с деталек, с зашкуриванием. Деталек напечатан на 3D-принтере. Да, в этом видосе будет 3D-принтер. Ну, и, конечно, вручную мы будем делать ручку, вручную будем делать вот эти пластины, основу, ну и так далее. Ну, и, конечно, покрасочка. Покрасочка, как же без нее? Поэкспериментируем немного с металликами, как это у нас получится. Подберем вот сюда вот красочку кастомную, потому что такого цвета, ну, не найдешь. Напечатаем всякие зубчики, вырежем, покрасим все, зальем лаком, сделаем состаривание, везеринг, ну и так далее. Короче, хорошего просмотра. Погнали! Нашальник, убежать! Мой апрель. Эх, была не была. Кстати, я как-то крафтил охотничий нож из Destiny. После просмотра этого видоса меня на протяжении 4-х лет заваливали комментами, чтобы я скрафтил еще что-нибудь из Destiny. Ну, а совсем недавно вышло новое обновление с кучей новых предметов и пушек. Называется оно «За гранью света». Это совершенно новый сюжет, где вам нужно будет... Эээ, неээ, хотя не буду спорить, поиграете сами и все узнаете. Скажу одно, что теперь в игре будет доступна новая сила, стазис. Три новых стазисных подкласса, много нового снаряжения, включая экзотическое, и новые локации. Меч-плач, который я сейчас делаю, является одним из топовых предметов в игре. У него есть несколько крутых комбо, и еще он может вас исцелять. Обновленный космодром ведет вас в курс дела и обучит вас многим вещам, так что новички не останутся в стороне. Destiny 2 доступна сразу в новом поколении приставок. Вы можете перенести или обновить имеющуюся у вас Destiny 2 на новые консоли абсолютно бесплатно. 8 декабря вышло обновление, которое позволит запустить игру в 4К и частотой 60 фпс, а в пвп режиме вообще 120 фпс. Ссылка будет в описании. С клеевой детали будем вот таким клеем. Акфикс это тоже цена крылат, но более густой, нежели обычный космофен. И он очень хорошо держит объем после высыхания. В комплекте с ним идет отвердитель, благодаря которому клей моментально застывает и упрощает нам сборку. Начнем зашпаклевывать торцы, так как у нас даже вот сама гарда состоит из 8 деталей. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Высший сорт. Короче, детальки отшлифовали. Ну, достаточно хорошо отшлифовали детальки из АБСА, а эти детальки из ПЛА. Если нет разницы, то зачем платить больше? Ладно, короче, будем обрабатывать сейчас с ацетоном, посмотрим. Ну, АБС, конечно, я знаю, как с ацетоном взаимодействует. Ну, вот ПЛА, конечно, ацетон не очень хорошо берет, то он его замотует немного. Ну, а потом мы это все дело загрунтуем в пару слоев, и будет нам счастье. Погнали. Обязательно маску, потому что эта хрень, ну, очень вонючая. Ну, и, конечно же, металлическую миску и так далее. То начнем тут, наверное, вот с этой части. Ацетон достаточно хорошо глинцует АБС-пластик, поэтому я вообще предпочитаю АБС-пластиком печатать, так как он и шлифуется легче, и обрабатывается ацетоном. Это, короче, у нас улья-пластик ПЛА. Не скажу, что эффект такой же, как на АБС-пластике, но все равно достаточно хороший. Рукоять по традиции будем делать из ПЛХ-пластика, и я думаю, показывать, как его нарезать, уже не стоит. Я это делал миллион раз. Рукоять у нас будет состоять из нескольких слоев. Первый слой, грубо говоря, базовый, это будет троечка. Потом будет вот такие вот три слоя, точнее, вот так вот, из шестерки. Бахнем еще сюда шестерочку. И в центр заделаем трубу, чтобы она была несущей. Чтобы у нас меч не сложился пополам. Короче, клеим, клеим также на АКФИКС, чтобы все было четко и надежно. Сразу очертил, чтобы не выходить за рамки дозволенного, так сказать. Плюс этого клея, то что он приклеивает не сразу, и можно еще подвигать детальку. Иногда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Совсем забыл про отверстие в гарде, но это не беда, ща я его сделаю. Но куда же без жидких соплей или горячих соплей? Эту часть вокруг трубы надо заполнить, чтобы она там не мотылялась. Будет нам счастье. Основу будем делать вот из такой сэндвич панели, это короче сэндвич панель для откосов, оконных откосов, продается эта штуковина в строительных магазинах, это именно сантиметровая, есть 8-мм панели, и вот тут, как видно, сам пластик, он потолще, чем у 8-мм. И фетиш распаковщиков. Это, кстати, ПВХ панель и клеится она Космофеном на раз-два. Можно использовать еще другой клей в тюбиках Космофен, он как гель, тоже клей, кстати, этот пластик, тоже на ура. Так вот. Внутреннюю часть прорезаем не до конца, только верхнюю панель, потому что внешка нам понадобится. И делаем вот так вот. А потом делаем вот так вот. Снаружи все гуд, внутри вырезано под трубу. Внешне, а точнее основные панели мяча вырезал из 5-мм ПВХ пластика, подровнял все торцы наждачной бумагой, и теперь можно клеить на основу. И тут не обошлось без МДФ. Боковые накладки по центру мяча решил сделать именно из него, так как ПВХ пластик лень была склеивать в такую толщину, да, и столько бы я не набрал его. В верхней части, как и по бокам, есть куча трубочек, для которых нужно будет сделать отверстие в мяче. Отверстие специально делал бормашинкой на больших оборотах, чтобы случайно не вырвать кусок пластика. Такое бывает, когда сверлишь обычным сверлом. Музыка 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 Ну что ж, вот он тот самый принтер Tevo Tarantula, с которого я начинал. Он в отличном техническом состоянии, вообще тут все заменено на алюминиевые детали и так далее. Я подумал, что кому-нибудь будет приятно под Новый год выиграть такой инструмент для создания, ну, по большей части для воплощения своих идей в реальность. Это, что касается этого принтера. Также у меня есть вот такой вот принтер Anycubic 4MAX. Он абсолютно новый, ну, практически новый. Я даже полкатушки на нем не отпечатал. Все тут четенько. Подсветочка. Все закрывается. Сенсорный дисплей и так далее, и так далее, и так далее. И я решил его тоже разыграть, но при одном условии. Если этот ролик наберет 60 тысяч лайков за три дня. Этот я разыграю так и так, но а это за ваши лайки. Я вам делаю подарок, разыгрывая принтера. Ну, и вы мне сделаете подарочек, поставьте побольше лосиков. Итоги подведем 30 декабря. Вам нужно только поставить лайкосик, оставить в комментариях ссылку на свою страницу в ВК или страницу в Фейсбуке. И все. Ну, и можете, конечно же, репостнуть видосы, чтобы было побольше просмотров. Вот так вот. Все достаточно просто. На модели, короче, есть куча сварных швов. И их, наверное, мы сейчас попробуем сделать 3D-ручкой. Она, правда, у меня в плачевном состоянии. Но все-таки она работает. Короче, система вот такая вот. Вот что-то типа такого надо сделать. Пошла покрасочка. И да, как всегда, как всегда, мы грунтуем модель. Потому что краска на пластике практически не держится. Пластик нужно грунтовать. Детали из МДФ вообще грунтуем в пару слоев, а то и больше. Чтобы потом шлифануть и убрать ворс на них. Короче, красить мы будем вот такими вот цветами. Это у нас синий металлик. Потом темно-синий металлик. Ривьера называется. И вот такой вот сапфир. Базу мы нанесем синим, потому что это будет как бы подложечка такая. А уже основной цвет мы будем носить фиволетовым. С баллона я красить, конечно же, не буду. Во-первых, это очень много краски расходует. А мы просто возьмем и сейчас стравим. Стравливать краску я уже объяснял. Но, повторюсь, вот эту штучку отсюда вытаскивать. Я ее не буду вытаскивать, потому что мне еще пригодится она. И вот вокруг вот этой желтой пепки есть кантик, в который можно вставить трубочку. И залить термоклеем, и получается вот такая вот штуковина, которую можно надеть на баллон, взболтать. И аккуратненько строить всю краску. А потом уже этот состав можно заливать прямиком в аэрограф. Его не надо бодяжить еще больше растворителем, так как он уже довольно жидкий. Единственное, перед заливкой лучше перемешивать, чтобы вот эти вот блески, вот это вот зерно металлика, оно не осаждалось на дно стакана. И слой краски металлик был всегда равномерный. Они где-то матовые, где-то блестит и так далее. Короче, травливаю, красим базовый слой, посмотрим, что из этого выйдет. Аэрограф буду юзать вот такой вот. Это аэр с большим бачком и 0,5 соплом для крупных, масштабных, так сказать, покрасок. Краска, кстати, с баллоном может бурлить, так как в ней очень много газов, так сказать. Так что стоит дождаться, пока она перестанет бурлить и можно приступать к покраске. Когда много пузырей, кстати, можно просто подуть туда и пузыри мгновенно лопнут. Закрываем все это дело. Первым делом нужно попробовать где-нибудь на кусочке пластика, чтобы понять, все ли нормально. Давление надо уменьшить, потому что слишком большой распыль. Ну, получается вроде неплохо. Для пики на мяче, назовем ее так, и для держателя движка цвет краски я подбирал вручную, путем смешивания белой краски с хаки. И чуток добавил еще желтого. И вроде как попал в цвет. Все сварные швы, боковые панели из МДФ и потертости можно покрасить серебристой краской. Я вообще использую восковую краску темный металл. У нее очень хорошая укрыстость, но сохнет она, зараза, достаточно долго. Движку натрем вот таким пигментом. Это типа Dark Steel, стальной цвет. Все это делается обычной ушной палочкой на матовую краску. Желательно черную, чтобы был эффект получше. Такие пигменты есть разного цвета, и даже с помощью них можно сделать эффекты побежалости. Проводку или трубочки, или фиг его знает. Ну скорее всего это трубочки, потому что здесь стоит двигатель. Будем делать вот из таких пневмотрубок. Опять тофтология. Ну ладно, хрен с ним. Они достаточно такие мягенькие. Эту сторону мы воткнем сюда. Воткнем сюда. Тут уже сделали отверстие. Втыкаем. А здесь я вставил медный провод без изоляции. Мы сейчас вот так вот отрежем с максимальной натяжечкой. Вот. Есть такой у меня наборчик со всякими резиновыми прокладками. Отдеваем прокладку и вставляем вот сюда вот. Бахаем отвердители. Ну и все остальные трубочки делаем так же. После нанесения теней черной краской решил добавить еще больше потертостей на краске обычным скотч-брайтом. Это одна из разновидностей шлифовальной бумаги или наждачной бумаги. Тут главное не переборщить. Офигенная просто изюминка этого меча это конечно же зубчики. Цвет подобрал очень удачный. Он отлично переливается, особенно после нанесения двух слоев лака. Красивый. Красивый. Ну что, ребят, на этом все. Подписываемся на канал. Ставим большие пальцы вверх. Ну а с вами был, как всегда, Дед Дредд. Всем пока-пока. И с наступающим.